Вы задаете вопрос о том, что вы с мужем в браке 12 лет, мужу ваш работает таксистом, а сыну 8 лет. И вот вы начали замечать через некоторое время, что ваш муж, как вы подозреваете, вам изменяет, то мятая постель в вашем отсутствии в вашем доме, то нашли контрацептив в машине, но он сказал, что это бросил кто-то из клиентов, то какие-то смс-ки, то в телефоне какие-то фотографии и прочие признаки того, что он оскорняется в русской ложе. И вот у вас уже давно не было близости с ним, как с мужем, и вы ничего к нему уже не испытываете, кроме отвращения и ненависти, и, видимо, то же самое и муж испытывает к вам. И вы спрашиваете, что же вам теперь делать? Разводиться вы не хотите, потому что вы не работаете, боитесь, что не найдете себе верного мужчину и не найдете средств к существованию. А муж тоже говорит, что он бы развелся, но идти некуда и жалко сына. И вот вы так вот живете в одной семье, испытывая взаимную ненависть друг к другу и отвращение. Что делать вам в этой ситуации? В этой ситуации, как и в любой, надо поступать по заповеди Божией. Господь говорит нам, что нельзя разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Если вина эта прелюбодеяния установлена, развестись можно, Господь это разрешает и греха не будет. И поэтому решение за вами. Если хотите, можете развестись. Но вы правильно задаете себе вопрос, а что вы будете делать, как вы будете содержать себя и сына. И к этому плюс, наверное, то, что ваш муж любит сына, и сыну нужен отец, тот, который рядом воспитывает и живет, и воспитывает сына своего. Поэтому подумайте, хорошо, стоит ли разводиться. Но вот с чувствами, которые вы испытываете к мужу, обязательно надо побороться и от них избавиться. Ненависть – это грех. Отвращение, осуждение – это грех. И поэтому вам надо от этого избавиться. Действительно, любить надо всех, каждого человека. И супруга, изменяет ли он или не изменяет, грешник он или нет, мы все люди грешные. Поэтому Господь любит всех, и мы должны всех любить, как Господь, стараться. Для того, чтобы избавиться от этих грехов ваших, ненависти, осуждения, отвращения, надо в них исповедоваться, прийти на исповедь и каяться в этом. Каяться в том, что вы горделивая, каяться в том, что вы осуждали мужа, что вы его ненавидите, что вы ему зложелательствуете, что вы с ним ругались, что вы его обманывали. Вы много делали грехов против него, наверняка, за эти годы. Ведь в любой ситуации между двумя людьми не бывает одной виноватой, безусловно, стороны, а вторая полностью чистая. Каждый человек отвечает часто на грехи ближнего своего не любовью, не смирением, не кротостью, не прощением, а ответной агрессией и злобой. И вот это вот и стало между вами стеной злоба, агрессии. И его поиски другой женщины может быть вызваны какими-то конфликтами между вами. Поэтому постарайтесь найти в себе тоже причины вот такой ситуации. Постарайтесь оправдать своего мужа, постарайтесь быть снисходителем к его немощам и исповедуйтесь в своих грехах. Ненависть, она может быть сразу так не пройдет, потому что если грех долго человеком обладает, не один день, не один месяц, а то и не один год, например, как ненависть или осуждение, то это как болезнь. Если человек болеет годы, то за один день, за одну секунду с принятием одного лекарства, с одной таблеточки, он часто бывает, что не может выздороветь, а нужно ему долго проходить курс лечения, хроническое заболевание. У вас хроническая ненависть, у вас хроническое осуждение. Поэтому исповедоваться надо часто, часто, часто в этих грехах и причащаться часто, часто, часто. Не реже, чем раз в три недели, а то и чаще. И вот с каждой исповедью, если вы искренне будете каяться в своих грехах и сокрушенным сердцем, эта ненависть будет преуменьшаться. И надо сделать так, чтобы ее не было у вас вообще. Чтобы у вас было мирное, хорошее, доброе отношение к мужу своему, или как к брату, или как к мужу, неважно. Но как к человеку, который носит образ и подобие Божие. И когда душа ваша выздоровеет, пройдя это искушение, тогда, конечно, и муж будет подтягиваться к вашей святости, к вашей доброте, к вашей любви. И тогда, может быть, ситуация эта изменится с его блудом, с его изменами. И, может быть, действительно, вы придете в духовное единение, не физическое, не телесное только, а духовное, самое главное, единение супругов, которое придет к любви. Постарайтесь пойти по этой дороге. А развестись вы всегда успеете. Разорвать можно один раз, а потом сшить, склеить будет почти невозможно. Бросить свой крест легко, но потом придется нести два креста. Если два креста бросишь, четыре Господь даст. И это будет гораздо тяжелее, чем то, что нам попустил Господь сегодня. Попустил Он нам ради нашего спасения, ради того, чтобы мы стали лучше, ради того, чтобы мы стали любовью, стали прощением, стали кротостью, стали святостью, стали вечной жизнью, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь.